Приветствую! В этом видео разберем военную тактику огневой вал. Узнаем историю ее создания, в чем ее преимущества и недостатки. Огневой вал – это артиллерийский тактический прием, широко используемый при непосредственной огневой поддержке наступающих войск. Данный прием заключается в создании и поддержании линии сплошной огневой завесы и разрывов артиллерийских снарядов перед фронтом атакующих частей. Такая линия последовательно смещается вперед по мере развития наступления. Огневой вал еще называют подвижный заградительный огонь. Применение и организация Огневой вал в основном используется при прорыве подготовленной и эшелонированной обороны противника. Вид и глубина огневого вала зависит от особенностей оборонительных укреплений противника, рельефа местности, а также от количества артиллерии и запаса боеприпасов наступающей стороны. При организации огневого вала намечаются основные промежуточные рубежи. Основные рубежи намечаются в местах наиболее вероятного размещения опорных функтов противника. Промежуточные рубежи организуются для подавления живой силы, вооружения и военной техники, которые оказались между основными рубежами, а также для пресечения любых перемещений противника между линиями обороны. Первый основной рубеж, как правило, планирует по переднему краю обороны противника и последовательно переносит огонь вглубь. Перенос огня с одного основного рубежа на другой осуществляется по команде наступающих военных подразделений по мере их приближения к рубежам безопасного удаления. Помимо наносимого урона, огневой вал оказывает значительное деморализующее воздействие на противника, затрудняет видимость переднего края обороны, усложняет маневрирование на поле боя и координацию действий. Огневой вал – это не просто стрельба по площадям. Первым делом подавляются командные пункты, узлы связи, артиллерия. Затем подавляются пулеметы. После обработки переднего края противника, огонь переносится на вторую линию и остается там, пока первая линия обороны не будет захвачена. Потом при наступлении на вторую линию, огонь переносится на третий рубеж. И так до тех пор, пока оборона не будет прорвана или пока не иссякнут возможности наступающих. До получения команды к наступлению, огонь ведется на всю глубину обороны противника, концентрируясь по указанным разведкой целям. Но непосредственно в момент наступления обстрел концентрируется на определенной линии обороны, в том числе не давая противнику возможности контратаковать. Для осуществления огневого вала используются гаубицы, ракетные системы залпового огня и авиация. Условия проведения огневого вала. 1. Соследоточение большого количества артиллерии и боеприпасов. 2. Большая концентрация атакующих военных частей на определенном участке для осуществления наступления и прорыва оборонительных линий. 3. Четко налаженная координация между военными частями и артиллерией. 4. Тщательная разведка позиций противника. Огневой вал имеет следующее достоинство. Проствор организации. Не требует особой гибкости в управлении огнем. Не требует большой детализации разведданных в силу значительной площади накрытия. Не чувствителен к влиянию метеорологических условий. Дает возможность прорыва хорошо ошелонированной обороны. Вместе с этим огневой вал имеет следующие недостатки. Требует значительного количества артиллерийских орудий и боеприпасов к ним. Очень часто свидетельствует о подготовке к наступлению. Может не полностью зачистить траншеи от обороняющихся солдатов вследствие слишком быстрого переноса огневого вала или недостаточной плотности огня. В итоге хорошо укрытые позиции могут остаться невредимыми. В таком случае наступающие за огневым валом военные части столкнутся с сопротивлением. Существует угроза накрытия огневым валом своего же наступления. Наступающие части могут попасть под оборонительный обстрел. Разновидности огневого вала. В зависимости от сложившейся на участке прорыва тактической ситуации существует множество вариантов применения огневого вала. Одинарный огневой вал может создаваться на одном рубеже. Двойной огневой вал. Он заключается в одновременном нанесении огневых ударов по двум основным рубежам обороны противника. Расстояние между ударами, как правило, составляет 400 метров. Ложное перенесение огневого вала вперед без атаки военными частями. Так осуществляется разведка боем, чтобы спровоцировать противника на активные действия и выявить неподдавленные участки обороны и огневые точки. После обнаружения таких участков огневой вал возвращается назад. Метод сползания огня. По сути является уплотненным одинарным огневым валом. Если при огневом вале артиллеристы, стреляя по рубежам впереди своей пехоты, переносили огонь скачками в 100-200 метров, то сползающий артиллерийский огонь имеет скачок около 50 метров. Учитывая плотность огня и рассеивание, такой огонь создает впечатление того, что он ведется по одной области, особенно с наблюдательного пункта обороняющейся стороны. И в то время как обороняющаяся сторона считает, что огонь стоит на месте, он на самом деле медленно ползет в глубину обороны противника. Использование огневого вала для прикрытия разведчиков. Атакующая сторона ведет огневой вал. Вплотную за ним двигается группа разведчиков, которая врывается в переднюю траншею для захвата солдат и прочих задач. После достижения цели она быстро отходит. Очень ярко результаты применения огневого вала описал маршал Жуков в своих мемуарах. После артподготовки фронтовой операции траншеи противника, которые были глубиной в человеческий рост, становились глубиной по колено. А непораженные доты были все забиты трупами. Не от прямого попадания, а от избыточного давления. История. Первая тактика огневого вала появилась во время Первой мировой войны. При этом нет единого мнения, какая страна ее применила впервые. Разные источники приписывают ее создание себе. На роль первооткрывателей этой тактики претендуют французские, английские и немецкие военные. Однако приведем два наиболее ранних упоминания об этой тактике в официальных источниках. Первый раз подвижная огневая завеса упоминается у французов. В 1917 году. Инструкции для артиллерийской стрельбы. Французский автор Люка. В своей книге «Эволюция тактических идей во Франции, Германии во время войны 1914-1918 года» пишет следующее. Большинство французских дивизий перед наступлением на Сомме прошло опыт через сражения Увардена, где они освоили новые приемы боя. Подвижная огневая завеса и движение под артиллерийским огнем. Существуют также и другие точки зрения о том, кто первый открыл эту тактику. Однако учитывая, что первые официальные упоминания об этой тактике были у французских авторов, поэтому первооткрывателями этой тактики все же следует считать французов. Во время Второй мировой войны наиболее часто огневой вал применяли армии Германии и СССР. Вооруженные силы СССР впервые использовали огневой вал 10 января 1943 года при ликвидации окруженной группировки фельдмаршала Паульса во время Сталинградской битвы. Во время войны в Афганистане огневой вал применялся для уничтожения вражеских позиций в горах с перемещением снизу вверх по склону. Оборона от огневого вала. Первое. Сеть траншей и ходов должна быть хорошо развита. Второе. Наличие в обороне большого количества прочных инженерных сооружений. Третье. Можно оборудовать заранее ложные позиции, которые вызывают на себя огонь и заставляют впустую тратить снаряды. Четвертое. Важно следить за передвижением пехоты во время огневого вала и вовремя дать ей бой, ведь именно она в задумке должна сломить оборону. Пятое. Следует для наступающих частей за огневым валом подготовить огневой мешок, то есть заблаговременно хорошо пристреленный район, который предназначен для ведения по нему массированного и сосредоточенного огневого воздействия с двух или трех сторон. Шестое. Огневой вал может быть неэффективен в условиях прорыва обороны при интенсивном маневрировании частей противника, особенно при фланговых контратаках. Спасибо всем за просмотр этого видео. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.